Более миллиона российских четвероклассников напишут всероссийскую проверочную работу по трём предметам. Это русский язык, математика и окружающий мир. Сегодня они проверили свои знания по русскому языку. Кстати, это уже вторая часть проверочной работы. Чуть раньше четвероклассники написали диктант. 17 мая школьников ждут задания по математике, а 19 мая — окружающему миру. В этом году проверочные работы будут писать 30 тысяч школ. Это примерно три четверти всех учебных заведений. Не исключение и школьники Ниньцкого округа. А долго готовились проверочные работы? Да, долго. Мы ещё с зимы нам давали проверочные работы, пробные, и мы готовились. Анастасия Бараусова к всероссийской проверочной работе по русскому языку готовилась особенно тщательно, ведь она состояла из двух частей. Первую часть Насти и ещё 59 четвероклассников из первой школы выполняли 11 мая. Тогда ребята писали диктант и выполняли грамматические задания. А сегодня, 13 мая, ребят ждали 13 новых заданий. Настя девочка несуеверная и уверенно говорит, что с работой справилась. А вы думаете, что за результаты как у нас шоу? Сколько ты расстроила? Я думаю, на пятёрку или на четверку. А какие задания были? Поставить ударение, написать главную мысль текста, составить план. Главную мысль текста сумел выразить и Святослав Савенков. Несмотря на то, что на выполнение работы отводилось 45 минут, мальчик справился с заданием значительно раньше. Ну, где-нибудь полчаса, может, чуть больше. А вчера дома готовился? Ну, подучил только морфологические признаки и всё. А чё, твои любимые занятия, чем ты увлекаешься? Ну, дома я обычно самолёты строю с бумаги большие. Да, а много уже построил самолёт? Ну, четвёртый строю. Кем можешь на тебя воздушить? Инженером, конструктором, как брат. Ну, он учится на кораблестроении. Чтобы отправиться в большое плавание Святославу Савенкову и ещё более миллиону российских четвероклашек, важно на этом этапе провести мониторинг результатов. Ведь учёба в среднем звене гораздо труднее. Основная задача всероссийских проверочных работ – провести самодиагностику школ, чтобы выявить учеников, которым нужна поддержка, и понять, как дальше должна развиваться система образования. Нужна ли поддержка ученикам первой школы, станет известно в ближайшее время. Мы пишем по второй модели. Работы ребят отправляем в РЦОИ, в наш региональный центр обработки информации. Ну, а затем предметные комиссии будут проверять эти работы. В этом году мы ВПР пишем в режиме апробации, поэтому нам рекомендовано ставить только положительные оценки, неудовлетворительные оценки ставить в этом году не рекомендовано. Результаты работ будут занесены в базу данных и проанализированы. В России такие проверочные работы планируется проводить по итогам каждого учебного года.